Борис Константинович, ну, во-первых, спасибо, что согласились. И я бы хотел начать, наверное, с самого известного события в этом году, да, так называемой пандемии. Скажем, достаточно серьезные люди, ну, например, там, Геннадий Онищенко, да, они достаточно открыто называют то, что произошло гибридной войной. И отсюда у меня к вам вопрос. А вот вы видите ли в этом признаки гибридной войны? И может ли быть такое, да, что это тоже связано с той сферой, которой вы занимались, то есть с пси-воздействиями? Ну, сначала о том объеме информации, которым я обладаю. Значит, я не специалист в области вот этих вот технологий. Я занялся, значит, изучением этих вопросов только когда пришел в Кремль. В 91-м году. Поскольку был дефицит информации, Ельцин не доверял Комитету госбезопасности, и пришлось искать какие-то альтернативные источники поступления этой информации. И тогда я познакомился на круглом столе, который проводил службу безопасности, с Рогозином Георгием Георгиевичем. А он уже занимался вот этими вот разработками, и он мне многое научил, разъяснил и показал, что с 1921 года в органах ВЧК работал отдел по дистанционному съему информации с любого человека, по образу и по фотографии. Значит, эта технология называлась технологией вхождения в чужое сознание. Дело в том, что занималась этой технологией и возглавляла это подразделение или сестра Феликса Энбуновича Дзержинского, или его дочь по фамилии и имени Маргарита Тельце и доцент Луни. Вот эти две фамилии я знаю, они проходили по архивным этим материалам, и они вели эти разработки. Потом всё это было засекречено, загрифовано, и уже в начале 30-х годов был создан так называемый оккультный отдел, который возглавил Глеб Бокий, и лаборатория парапсихологическую, которую возглавил Батченко. Значит, так как информацию, которую эти люди снимали с энергоинформационного поля, значит, эта информация не устраивала руководство органов НКВД, поскольку нельзя было проконтролировать этих людей, что у них в мысли, какие они информации снимают оттуда, и поэтому обвинили, потому что задача у Глеба Бокия была создать братство, значит, на базе вот тех идей, которые скидывали оттуда с энергоинформационного поля. Ну и у Барченко тоже. И у Барченко, да. И вот, но дело в том, что после расстрела Бокия реабилитировали, а Барченко до сих пор не реабилитировали. И я одно могу сказать, что на этих документах до сих пор стоит гриф «Хранить вечно рассекречивание не подлежит», поскольку в этих документах прописано, значит, о существовании цивилизации, которые были 14-15 тысяч лет назад, значит, они обладали очень высокими технологиями, и эти технологии как раз познакомился и написал отчёт Якова Блюнкина. В 1925 году наши послали на Тибет экспедицию под руководством Николая Рериха. Вот здесь вот есть недалеко усадьба графа Воронцова, там был пансионат НКВД. Там эта группа Рериха, она готовилась. Там же и проходил подготовку и Яков Блюнкин. Значит, он был внедрён в эту группу под видом буддийского монаха и так далее. И, насколько мне известно, он туда ехал с миссией особой, которую, значит, поручил ему Фелькс Эдмунд Дзержинский. Ему дали письмо от Фелькса Эдмунд Дзержинского, значит, в котором молодая Россия предлагала Тибет посильную помощь в установлении хороших взаимоотношений. И передали этому Блюнкину в подарок Далай-Ламе 13-му, он в то время правил, вот этого 5-килограммового золотого буду, которого большевики увели в Дацанию, в Бурят. Значит, и когда они прибыли туда, и он добился приёма у Далай-Ламы 13-го, то тот ему разрешил показать оружие богов. То есть то оружие, которое хранится в Алхасе под землёй на глубине где-то 14-15 этажей, то, что оставили эти предыдущие цивилизации. И это оружие Блюнкин в отчёте описал. Значит, там какие есть то, что у него было подробно описано, значит, это то, что эти цивилизации на каждом континенте нашем оставили сферы из неземного материала. В диаметре эти сферы имеют 15 метров. Они находятся на глубине 500-600 метров в грунте, хоть в скальном, хоть, значит, в земляном и так далее, неважно. Они управляются из космоса, и до сих пор они управляются. Задача этих сфер – обеспечить безопасность планеты Земля. И когда, значит, приближается угроза в виде кометы или астероида, то по сигналу из космоса эта сфера, она выплывает оттуда, значит, разрушает весь этот грунт и выстреливает в сторону вот этого объекта угрозы, плазмы, температуру которой 7-8 тысяч градусов, и разрушает этот объект. И там в отчёте была ссылочка, что вот точно таким же образом был разрушен Тунгусский метеорит. Значит, эта сфера, которая находилась на территории Якутии, она всплыла и выстрелила в этот метеорит, который приближался к Земле. И ещё были, значит, сведения, когда при нас уже вот этот Чебаркульский метеорит-то летел, то была зафиксирована вспышка. Вспышка очень яркая, которая всё там озарила. И некоторые учёные предполагают, что это как раз было внеземными силами уничтожено. Может быть, одна из этих сфер сработала, поскольку они оттуда управляются. И поэтому, значит, Челябинск остался неразрушенный, а то бы могло много там произойти жертвы и так далее. Вы хотите сказать, что они управляются из космоса? Из космоса. А кем? А вот это вот кем, это вопрос. Дело в том, что эти материалы мы никогда не увидели. Эти материалы идут в том специальной, переписка НКВД и ЦК ВКПБ по этим вопросам и по НЛО. Но дело в том, что когда ломали памятник Фельдшу Семеновичу Чижинскому на площади, взломали дверь на старой площади администрации и проникли в подвал. И вот в этом подвале стояли шкафы железные, не сейфы, а шкафы. И ломом один шкаф они взломали, а там вот эти вот дела хранились, значит, вот с таким грифом. И они где-то украли больше десятка этих дел и потом начали распродавать и по этим, по журналистам раздавать. У меня один знакомый журналист, он мне как раз фотокопии привез, говорит, слушай, вот расстрельное дело Блюмкина, и там при его допросах вот какие материалы всплыли, очень интересные. Он что, Блюмкин, сделал? Значит, он написал этот отчёт, 1925 год, и этот отчёт он продал за 2 миллиона долларов немецкому разведчику Вернеру фон Штильке, военному разведчику, который участвовал в экспедиции Анненербан на Кибет туда. И договорился, что следующая экспедиция под немецкое финансирование, они возьмут Блюмкина и ещё несколько товарищей. Но Блюмкин, вместо того, чтобы по приходному ордеру эти деньги сдать и так далее, он их припрятал. И встречался, любовница у него была тоже сотрудница ЧК, но она была агент службы внутренней безопасности. И, значит, он её пригласил к себе на квартиру и говорит, я сейчас выбиваю себе командировку в Южную Америку, и я могу тебя взять с собой, и мы там с тобой можем остаться. И рассказал, что у него есть деньги, 2 миллиона долларов, на которые они там смогут спокойненько жить и так далее. И, естественно, она пришла, значит, к себе и написала на него телегу. И на следующий день сделали утром обыск и нашли эти деньги. Он говорит, я их не успел ещё отдать, хотя уже неделю прошло. Ну, вот за эти деньги и он был приговорён к расстрелу. Вот эти материалы, дело, они у меня есть частично. После этого там были ещё указаны в его отчёте, что вот когда показывают эту скульптуру Будды, то у него в руках есть такое изделие. Значит, это называется щипцы ваджару. Вот в этих щипцах идёт плавление золота. Золото вспыхивает при температуре 6-7 тысяч градусов и превращается в порошок. И там у него в этом отчёте было написано, что этот порошок, во-первых, употребляли руководители значит, этой тибета. В пищу. В пищу омолаживали, значит, продляло жизнь им это. И ещё этот порошок использовали, когда передвигали многотонные плиты, их посыпали вот этим золотым порошком и говорили какие-то мантры. И это теряло вес. Вот эти вот плиты, их можно было просто одним пальчиком передвигать и строить мегалитные сооружения. Вот эти вот. И часть этих материалов я расшифровал, поскольку фотокопии надо было с лупой сидеть. Ребятами поделился с ТВ3 канал и РЕН-ТВ, но поскольку официально до сих пор эти документы не рассекречены, я им сказал, ребята, можете для информации это знать, но опубликовывать не надо, поскольку будут искать где, чего, что, потому что есть определенная процедура. Да, и началась уже следующая история, которая связана с изучением психических воздействий в Третьем Рейхе. Да, да, и это дело в том, что немцы несколько сделали экспедиции на Тибет и по тем отрывченным сведениям, которые я знакомился, у Гитлера было в последнюю командировку с ним послали к нему 12 лам. И эти ламы помогали ему в прогнозировании, то есть съем информации с помощью энергоинформационного поля и прогнозирование, как будут идти дальше эти ситуации. Вот таким же путем работали мы в Кремле. Мы выявляли весь спектр угроз, а потом по этим угрозам мы делали сеанс с энергоинформационным полем и выявляли откуда эти угрозы, кто за ними стоит, когда они могут быть реализованы, какие механизмы нейтрализации этих угроз. и так далее. Для того, чтобы упредить, если вдруг будут какие-то готовиться удары или по президенту, или по молодой республике после союза, который образовался, значит, и у нас достоверность была высокая, значит, около 90%, поскольку мы использовали групповое сознание. то есть мы по одному вопросу не один человек работал, а уже работал несколько, а потом уже смотрели. Видите ли, в чём дело, что когда идёт оттуда информация, основное условие для съёма достоверной информации необходимы чистые помыслы, чтобы не лазить туда с корыстными интересами, иначе искажения идут, и потом будет очень плохо, потому что нам сразу предупредили, что знание о будущем оплачивается непрожитым. Поэтому вы, прежде чем лезть в будущее, вы сначала оцените свои возможности, силы, и тогда только можете туда забираться. Я работал мой основной, как называют слиппер или оператор, это был Рогозин Георгий Георгиевич. Он от природы у него был этот дар, и он использовал для погружения мягкий гипноз Эриксона, самый гипноз. Он входил в этот самый гипноз и уже настраивался на тот уровень или на ту волну, которая частотная характеристика которого или которая этой волны совпадала с его вибрациями. Здесь очень вот это вот важно. И оттуда идёт голос, он такой обезличенный, как металлический. И когда я первый раз стал снимать эту информацию, этот голос попросил, он лежит на диванчике, значит, в самой гипнозе, и я поприветствовал, он как мне объяснил, как входить в этот диалог, поприветствовал, а мне оттуда идёт через Рогозина, он как интерфейс выполнял эту роль. Представьтесь, пожалуйста, я говорю, я друг того, чьё сознание использую для связи с вами. Как мне к вам обращаться? Ну, можете, говорит, ко мне обращаться хранитель вечности, я отвечаю за Вселенский банк данных. Любую информацию мы можем вам дать, если у вас нет никаких корыстных интересов. Тогда я запрашиваю, допустим, как будет идти развитие политической и экономической ситуации в России на ближайшие два-три месяца. мне дают пять-шесть вариантов с учётом рефлексии участников вот этого процесса. То есть, если президент будет вести вот так, а оппозиция вот так, то ситуация будет выстраиваться вот так. Если к этому подсоединятся там дополнительные силы вот такие, ситуация пойдёт вот по такому пути. и так далее. Значит, точно не дают, поскольку я говорю, а вы бы не могли конкретизировать. Нет, весь мир наполнен вероятным развитием событий. И поэтому мы не можем сказать, поскольку мы не можем контролировать разумную составляющую людей, то есть мысли людей. Мы же мир строим своими мыслями. Мы вам даём направление вероятного развития. А вы уже там смотрите. Я говорю, хорошо, тогда дайте, поскольку любое событие, любое действие человека вовне проявляется в виде признаков, пожалуйста, дайте мне по каждому варианту основные признаки, которые мы можем уходить в реальной жизни. Нам дают чётко признаки, вот они, я составляю по каждому варианту карту признаков. Вот такие признаки у меня есть на моём сайте признаки наступления переворота у нас в стране. Они отфиксированы. 32 признака, их можно посмотреть. Но сейчас вытянные другие, возможно, и признаки будут другие. Возможно, другие, но напряжение ситуации, оно будет, это очень ярко проявляется. Во-первых, отменяют отпуска у всех силовиков, у всех медицинских работников, разворачиваются дополнения койко-места в больницах, значит, этим военнослужащим выдают сухие пайки, оружие на руки там и так далее. Там очень много таких признаков, по которым уже можно судить, что это не всё нормально, не всё хорошо, а что-то ожидается. И вот когда нам вот эти признаки давали, я по каждому варианту составлял карту признаков, а потом в реальной жизни я сам наблюдал и в эту карту заносил, что если вот этот признак в наличии, то с таким коэффициентом достоверности ситуация развивается вот по такому то варианту. Не надо никаких оттуда подсказок, потому что мы в реальной жизни, и у нас это совпадало 90 с лишним процентов, мы попадали в точку. Поэтому нашли вот способ, как улучшить вот эту правдивость, достоверность этой информации. И получалось упреждающий эти вещи мы реализовывали. А наиболее ярко это проявилось, когда я об этом и писал, и интервью давал, когда Козырев готовил документы для передачи островов Курильской гряды. Значит, и когда мы запросили туда наверх, то оттуда нам сказали, ребята, значит, не вздумайте передавать острова, потому что агентура американская, находящаяся в ЦК КПК, Китая, значит, она планирует военный конфликт на границе России и Китая. Как только вы отдадите эти острова японцам, сразу Китай выкатит свои претензии по неустановленной границе. А у нас тогда было не маркировано около двух тысяч километров этой границы. Амур весь прописал? Ну да, по Амуру где-то они там посередине условно провели, а Амур менял, значит, тем более через три месяца после того, как тогда Даманский мы отбили, значит, мы его сами отдали. Поэтому вещи такие. И вот говорит, как только для чего это нужно американцам? Американцам это нужно для того, потому что в то время, это 89-90 год, Китай испытал баллистическую ракету, средство доставки ядерного оружия. И ядерное оружие у них уже было. И это представляло определенную угрозу для реализации однополярного мира. И поэтому американцы, задача их было спровоцировать военный конфликт на границе России и Китая, чтобы международное сообщество признало Китай агрессором, и тогда по нему нанести упреждающий удар, расчленив его на этнические районы. Все было логично. Мы спрашиваем, хорошо, значит, как решать вопрос тогда со спорными территориями. Они говорят, просто. Вы говорят, посмотрите, как этот вопрос решил у японцев и Индонезии на этих островах. Они совместный бизнес там ведут, они их завлекли туда, там дали даже на каких львотных условиях можно приглашать для создания совместных предприятий, там, разработок и так далее, что люди туда пойдут, а японцам не нужна была это, Индонезия им нужно было там бизнес свой вести, вот эти полезные ископаемые добывать и так далее. Валерий Константинович, опять, если вернуться к вопросу эпидемии, опять же, достаточно серьезные политологи, например, Сергей Марков, говорили о том, что эта ситуация с эпидемией и карантинными мерами могла быть использована для каких-то политического переворота, ну, потому что на самом деле там мы видим, что в Соединенных Штатах, в Сербии напрямую как бы карантинные меры запустили выход людей на улицу, в Германии, и об этом у вас была какая-то информация? Значит, эту информацию впервые ознакомился, напечатал Сергей Коношевский, у него есть свой канал, и он ведет журнал какой-то с космическим уклоном, он является оператором, и он сеанс провел с энергоинформационным полем, и оттуда пришла следующая информация, почему я ее и забил в эту книжку, как раз в то время, когда началась эта пандемия или пандемия, значит, этот вирус представляет собой биологическую форму жизни, имеющую коллективный разум и коллективное мышление. Природой он был наделен способностью видоизменяться для того, чтобы его нельзя было уничтожить. Значит, это как бы возмездие за все наши те грехи, как был потоп, были другие вещи и так далее. этот вирус, его еще фиксировали в 2012 году, значит, он был уже зафиксирован, но внимания не обратили. Значит, оттуда сказали, что вы все на этой планете гости, и вы не имеете права уничтожать биологические живые вот эти формы жизни, вы должны находить способы сосуществования и с ними, поскольку вы, если в вас взять, у вас столько бактерий, вирусов и паразитов, что мало не покажется, но вы же нашли допустимые значит формы существования вместе, и вам это не мешает, так и здесь, а вы этот вирус пытались с самого начала уничтожить, 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 и поэтому вот эта вот форма защиты, она очень развивалась, вот на данный момент этот вирус, он уже по интеллекту догнал человека, вот это коллективные формы мышления, и то, что вы будете готовить разные сыворотки и прививки, они не помогут, он каждый раз будет новый, он будет вот эти вот рога дополнительные рождать, которые уже не будут реагировать на эти сыворотки, которые вы разработали, и вакцина будет бесполезной. Вакцина будет бесполезной, вот в чём вопрос, и когда он дальше там пишет, что задача основная этого вируса, это произвести природную выбраковку людей, то есть все люди с низкочастотными вибрациями, которые агрессивны, которые эгоисты, которые обидчивые там и так далее, значит, они будут постепенно уходить, поскольку основной защитой будет являться иммунитет, а у этих людей и это вирус, он имеет две формы, он имеет физическую и полевую, если от физической, от капельным, воздушно-капельным путём мы можем прикрыться маской, то от полевой нельзя, а поле в поле проникает, и если иммунитет слабый, он там начинает свою подрывную работу, значит, Канашевский, естественно, задал вопрос, у него на этом, на его сайте, я там ссылку делаю в этой книжечке, там написано, что подскажите своим учёным, как нужно бороться с этим вирусом, никакая химия ничего не поможет, нужно просто создавать как бы барокамеру, значит, и в этой барокамере создавать искусственно низкочастотное поле, которое комфортно для пребывания этого вируса, и помещать туда человека там минут на 15-20, он будет переселяться в это поле, которое в этой камере будет находиться, он не будет там, где вот идёт борьба, там то-то, то-то, и спокойненько этот человек будет уже без вируса, поэтому вы не по тому пути начали идти, можно гораздо проще, нужно сначала понять природу этого вируса, чтобы с ним эффективно, значит, находить вот способы сосуществования, вот у меня как раз я попробовал тоже через своего оператора проверить, насколько вот эта информация, она соответствует действительности, значит, оператор сказал 84%, что это так оно и есть, потому что могли там искажения какие-то быть и так далее, но в принципе оно это похоже, я даже вот по своим ощущениям чувствую, что это действительно так, потому что они оттуда нас предупреждали, что очень у вас сегодня очень низкий уровень общей культуры и общий уровень развития вашего сознания, а ведь по общему уровню развития сознания даются те руководители, которые ведут дальше вот ваш народ, вашу нацию и так далее. И вы хотите, чтобы у вас было всё хорошо, но вы печёте о России, а вы даже в семье не можете найти общего языка. Вы каждый год на 52 процента этого миллиарда долларов продаёте оружие убийства и потом хотите, чтобы у вас было хорошо. Правила есть хорошие. Мир так устроен, всё к нам возвращается, что отдали, вернётся, не прощается. Добро вернётся доброму, свет светлому, и получить посылку от себя ответную, так ожидаемо и так естественно, мир справедлив, живить соответственно. И вот весь мир, в том числе и мы, живём по определённым законам и правилам, разработанным не нами, но для нас. И вот эти вот законы и правила, они нашли своё отражение в нашей народной мудрости, в наших пословицах и поговорках, которые потом превратились в жизненные закономерности. Не надо, говорит, где-то чего-то копаться, вы посмотрите сами. Первый закон в основе всех вот этих законов развития лежит этика, лежат духовно-нравственные начала. Вы, проанализируйте. У вас ваша государственная дума каждый год принимает 500, 600, 700 законов, а лучше вы жить от этого не стали. Не стали жить лучше потому, что законы, они не определяют вот это поведение людей, а определяют поведение людей совесть человека, нравственный камертон от самого Господа Бога. А вы утратили эту совесть. И сегодня получается так, а на каждый роток не накинешь платок. И очень важно понять, что каждый из вас получает то, что заслуживает, что и подтверждается народной мудростью. Нече на зеркало пенять, коль рожа крива. Поэтому эти пословицы и поговорки нужно посмотреть с другой стороны. И еще нас очень интересует вот этот вопрос управления значит вот людьми вот в связи с этой пандемией и так далее. Говорит надо хорошо знать свою физиологию. А физиология говорит о том, что если человека чем-то взволновать, ввести в состояние его внутреннего конфликта или стресса, то у него мгновенно блокируется логика здравого смысла. Человек переходит на правое полушарие. Это чувства, эмоции, образы. И блокировка этой логики идет за счет избытка гормонов, потому что физика этого процесса такова, как только нас взволновали, человек или взволнован, или разозлился, сразу идет команда и включается в работу надпочечники, которые начинают вбрасывать мгновенно в кровь 50 гормонов. Из них главные кортизоны, гидрокортизоны и глюк кардиоиды. И вот эта вся избыточная дребедень гормональная, она приводит к нарушению белков, углеводного и жирового обмена. Как только этот обмен поехал, с подсознания идет команда на блокировку левого полушария. И человек переходит на правое. Он в этот момент утрачивает чувство реальности и делается подвержен управлению со стороны. Поэтому страхи держат постоянно. вот он, вот молодец Дима. Поэтому страх нужен, поэтому нужно провокации на митингах и на различных вот этих шествиях для того, чтобы людей взволновать. А тогда уже человек не понимает, потому что он может идти поджигать машины, бить витрины и так далее, он уже не будет давать себе отчет, поскольку он тогда только придет в нормальное состояние, когда израсходует все гормоны. А гормоны можно израсходовать только активной физической нагрузкой. Никакая химия не поможет. Вот почему дома часто мы наблюдаем, когда допустим муж с женой поругается, жена тут же начинает греметь посудой или подметать или пылесосить или стирать, нужны активные действия, а женщины, они как матери, они более у них система безопасности развита, и сразу идет команда, чтобы она что-то делала, что-то шевелилось, для того, чтобы нейтрализовать гормоны. Эти вещи, они с одной стороны и простые, а с другой стороны просто их нужно знать, как применять. И вот то, что я стараюсь где-то с людьми делиться этими знаниями, я не специалист, но проходя подготовку в органах госбезопасности, тем более на оперативную работу, нам хорошо давали оперативную психологию, и для того, чтобы мы могли правильно разбираться в людях и вербовать людей, из нас готовили не психологов, а душеведов, потому что если ты в душу не залезешь, ты человека к сотрудничеству не склонишь. Поэтому и то, что вот я наработал и в практической жизни, и то, что вот узнал и от Рогозина по этим технологиям, мне теперь многое становится понятным, потому что я даже для того, чтобы понять вот эту ситуацию, он меня тоже многому научил, и я мог писать спокойно и книжки, и справки, я за три года 37 книжечек вот таких написал. Скажите, а вы упомянули о том, что у вас сейчас есть оператор, у которого вы проверили информацию, вы сейчас у оператора не интересовались ли судьбой России? Вы знаете, вопрос-то заключается в том, что мы своими мыслями строим этот мир, и если мы родим какую-то плохую мысль и будем ее поддерживать, то мы можем сами спрограммировать А давайте хорошую скажем и спрограммируем хорошую Хорошие это хорошее да, скажу то, что сверху сказали нам, что по определению оттуда свыше Россия является духовным сердцем планеты. Когда мы попросили уточнять, как это понимать и так далее, они говорят, каждая страна, она так же вот как у человека органы внутренние играют определенную роль, так и в масштабе планеты, она живая по-своему, и вот России отведена эта роль духовного сердца, это тот резонатор, который будет все население планеты настраивать в одном направлении, что у вас сейчас идет первый этап начальной структуризации и знаний и вот этих обстоятельств, при которых она станет со временем, Россия превратится в резонатор для всего человечества. Это будет та территория, на которой будут рождаться новые взаимоотношения между людьми, основанные на справедливости, на честности, на чувствах, потому что сейчас весь мир стремится из людей перевести на цифру и сделать роботов, потому что 500 лет человеческая цивилизация воспитывала человека чувственного, а сейчас вы это чувственного человека загоняете в виртуальные рамки, в его виртуальный мир, не развивается чувственная сфера. А вы говорите, что мы сами это отчасти заслужили, но ведь эту низкую частотность там искусственно задают через телевизор и иные СМИ, через культуру так называемую. Ага, молодец, потому что, смотри, человеком по жизни движет интерес. Да, у вас в книге об этом написано, я читал. Или осознанные потребности. Интерес, он расположен в основном в треугольнике, одна сторона которого страх за свое благополучие и благополучие близких, вторая деньги, третья власть. Все остальные интерпретации находятся внутри этого треугольника. Если это нами движет, то управляет нами образ. Образ – это способ реализации нашего интереса. И вот в зависимости от того, какие образы нам навязывают средства массовой информации, мы на то, это он управляет образ. Это как движитель, интерес. Вот допустим, если мы где-то сидим, пить захотелось, жажда начала мучить, это уже осознанная потребность, она формирует мотивацию поведения. Сразу в голове начинает возникать образ, а где я могу реализовать эту потребность? Мне нужно найти или кран там на кухне, или бутылочку водички где-то купить, или речку поблизости и так далее. Уже идет выбор, где я могу удовлетворить эту потребность и так далее. Вот то, что образ он ведет за собой. Миром правят идеи. Идеи, они может быть там сто лет назад их родили и так далее, но они и сейчас правят эти идеи. Вы же не на веру это знание принимаете. Это ведь методики, это некая система. Она не предполагает, как в религии принятие всего на веру. Научное знание предполагает, что один и тот же человек производит одни и те же действия и получает один и тот же результат. Это основа научного знания. Тем не менее, Рогозин мог себя вести в транс, а вы не можете. А еще кто-то третий, у него какие-то там третьи могут быть способности. То есть, есть некое полное разнообразие. Это не классическое научное знание. Таким образом, это и не наука, и не религия. И самое сложное это то, что это нельзя использовать во вред. А как вы сами сказали, а если нельзя во вред использовать, то у многих интерес сразу пропадает этим заниматься. Понял. Каждый человек внутри имеет, кроме чувств, заложенных в него, совесть ту, что с возрастом созреет. Камердон от Бога самого. Он настроен пополам бывает, на добро внутри, а также зло. Если на добре он заиграет, значит, людям очень повезло. Человек свободен при настройке. Право выбора ему дает сам Бог. Можешь оказаться на помойке, если выбрать правильно не мог. Резонирует все чувства добровольно, обнажая внутреннюю суть, внешне проявляясь произвольно, человеку расчищая путь. Это словно струны на гитаре, что звучат созвучно в унисон. Совесть, крик души внутри играет, создавая внешний перезвон. Он потом как эхом отзовется в душах тех, с кем заодно нутро. Резонировать всегда с одним придется, будь то зло или само добро. Вот очень правильный вопрос, и я бы здесь что хотел заметить. Вот я когда даю эти знания правильно, это не религия, ничего, но все законы мироздания, они в основе их лежит этика, лежат духовно-нравственные начала, потому что самое главное у человека это душа. И вот сейчас ученые доказали, что наш мозг он самостоятельно не может мысли генерировать, он их принимает как приемное устройство из окружающего пространства. Алгоритм судьбы следующий. Вот в основе нашей жизнедеятельности лежит мысль, поэтому необходимо контролировать эти мысли, а чтобы контролировать эти мысли, нужно чистить душу, а чтобы душа была чистая, нужно фильтр между мыслями и душой ставить, эти те самые заповеди. Значит, если мы как через фильтр через это будем проходить, значит, соответственно и душа будет генерировать такие мысли, потому что мысль порождает слова, а говоря слова, мы программируем реальность, как внутри себя, так и снаружи. Слова приводят человека к действиям, человек совершает действия, а действия уже порождают привычки. Привычки формируют основные черты характера, а посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот оно получается. Мысль, слова, действия, привычки, характер, судьба. И необходимо для того, чтобы минимизировать те риски, которые нас подожидают в этой агрессивной социальной среде обитания, нам необходимо контролировать всю цепочку. Она простая. Почему и религии это были даны, чтобы мы не сожрали друг друга? Потому что для человека самое главное это научиться найти способ себя уравновешивать внутри, приводить в гармонию. Ещё врач Древнего Востока Авиценд говорил, если вы себя не можете уравновесить внутри, сгармонизировать, вы никогда ни себя, ни своих близких не сможете сделать счастливыми. Поэтому вопрос очень важный. И в связи вот с этим, с коронавирусом, значит, нужно что понимать? Что от природы человек и самонастраивающиеся, самоисцеляющиеся, энергоинформационные биосистема. Но механизм самонастройки и самоисцеления он включается только тогда, когда у нас внутри достаточно потенциала внутреннего для того, чтобы этот выключатель он сработал. А у нас мы весь свой внутренний потенциал очень нерационально тратим на различные проблемы и на ту информацию, которую получаем. Ведь информация, которая извне к нам приходит на наши рецепторы чувственные глаза, уши, нос, рот, кожа, значит, она, если она отрицательная, она вызывает расход энергии. И если взять по большому счёту, с учётом вот этого информационного прорыва, мы сегодня превратили своё сознание в подобии помойного ведра. Мы без разбора туда сливаем всю нужную и ненужную информацию. И у нас не хватает сил, чтобы иммунитет укрепить, и чтобы у нас включился механизм самонастройки и самоисцеления. А он же, ведь мы все тоже сверху управляемся космическими ритмами. И если мы выбиваемся из этих ритмов, мы теряем эту энергетику. И поэтому очень важно понять, что в детстве наши мамы и даже и мы, у кого дети есть, мы об этом не задумывались. Когда ребёнок заплачет, мы брали его на руки, ходили и качали. Потому что как только вот эта амплитуда качения у нас совпадала с космическими ритмами, оттуда включался механизм самонастройки самоисцеления. Ребёнок затихал, потому что у него автоматически там приходило всё в норму. И вот эти идиомоторные реакции, они потом сохранились, когда человек уже стал взрослый. Мы наблюдали неоднократно, когда человек его взволнует, чем-то разозлят, кто-то ходит по кабинету туда-сюда, туда-сюда, значит, кто-то ногу на ногу начинает ногой качать или костяшками этих пальцев стучит по этому по столу или за ухо берёт, или там несуществующие прическу поправляет. У каждого свои. Это камертон настройки на нужные вибрации, на нужные ритмы. Поэтому каждый может для себя выбрать те способы, которые ему подходят. Хорошо про все эти способы написал врач наших космонавтов Хасай Алиев. Ключ к себе. Он там разрабатывал для космонавтов, поскольку природа устроена так, значит, чтобы привести себя в равновесие, они же там в полусогнутом положении сидят, вот он руку кладёт сюда, и он должен вот этим пальчиком начать вот так вот качать его. Значит, где-то минут пять, если он вот так принудительно пальцем поделает, а дальше он будет палец на автомате. Это будет вводить его в резонанс с этими ритмами. Это механизм настройки на внутренней равновесии. очень интересная книжечка, я всегда тоже рекомендую прочитать и так далее. Так что здесь и очень важно, вот особенно для молодых людей, это значит жизненная цель, выбор жизненной цели, поскольку по цели нами выбранной это смысл жизни нас даётся закрепление энергетическое свыше, даёт нам столько энергии, ведь прежде чем от этой жизни что-то ждать, каждому из нас нужно сначала определить, постараться свою ценность, осознать её, ценность, а ценность заключается в том, чтобы быть нужным людям, быть востребованными людьми в рамках своей профессии, в рамках профессиональных умений и навыков, не надо кончать высшее, ты можешь быть профессионалом поваром, профессионалом парикмахером, стилистом, профессионалом портным, там, мастером по машинам и так далее, потому что если ты не найдёшь свою востребованность, дело в том, что включаются законы естественного отбора биологических видов или закон природной выбраковки, и жизнь выбрасывает человека на обочину дороги жизни. Мы сегодня очень большую часть своего населения загнали как в стоило, потому что если брать по большому счёту, вот человек за время своей жизни он проходит три стадии. Вот первая стадия животного, когда он рождается, вторая стадия разумного животного, до совершеннолетия он живёт руководствуясь природными инстинктами. И третья стадия собственно человека. У нас больше 90% застряли на стадии разумного животного. Поел, попил, поспал, поразвлекался, всё, потому что человек немотивированный на развитие подлежит медленному угасанию. Это тоже закон природы. Когда мы запрашивали туда энергоинформационное поле, как нам воспитывать детей, я начал про это, и они сказали, что детей надо научить учиться. Вы, заводите детей, сами себе не представляя, а в чём же роль материнства, а в чём же роль отцовства заключается. Ведь задача матери заключается в том, чтобы создать для ребёнка условия, чтобы он проявил те таланты, которые вложил в него творец. А если он это проявляет, отец задаёт вектор направления, развития и обеспечивает, чтобы он по этому вектору шёл. И самое основное, что ребёнок должен всегда иметь двух родителей, а не одного, потому что нужен энергетический вектор и от папы, и от мамы. Сейчас все живут в виртуальном мире, а у меня есть ещё такой вопрос. Ведь оно тоже всё не случайно. Все эти вещи у нас развивались и появились где-то примерно последние лет тридцать в такой выпивающей форме. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о подобных структурах, например, в Китае или Соединённых Штатах? Как говорят стратегические партнёры, в общем, те, кто против нас работал, имеют ли подобные структуры? Подобные 13 стран занимаются особенно активно это занимается Соединённые Штаты, естественно, Франция, Англия, Китай, значит, Испания, Израиль, даже Пакистан, потому что вот эти вот вещи, они у меня там на сайте есть, поскольку в своё время, в начале 90-х генштаб наш, он разрабатывал вот доктрину мозговой войны, и там как раз по дистанционному воздействию на людей и так далее, что с их стороны, что с нашей стороны, мы эти технологии хорошо друг перед другом обсосали, показали, и результатом этого вышла книга три года назад, она называется «Псевойны», «Запад-Восток», мы написали эту книжку совместно с ЦРУ, значит, и там историю экстрасенсорики, свидетельствах очевидцев, те, которые имели непосредственное отношение, со стороны американцев, это был доктор физики Эдвин Мэй, который возглавлял, который возглавлял лабораторию экстрасенсорики ЦРУ, и агент номер один, значит, ясновидящий Джозеф Макмоникал, и экстрасенсорной разведки, вот, привозили на презентацию этой книжки Анжела Форд, женщина ей за 60 уже, и так далее, и вот самое-то интересное, что уровень интеллекта, если у людей одинаковый, мы одинаково смотрим на мир, и почему мы написали эту книжку, потому что мы очень чётко и ярко представляли угрозы для человечества, и они, и мы, с учётом вот новых технологий и так далее. Скажите, а в Китае насколько это дело было развито? В Китае, насколько мне известно, вот, со слов Рогозина, там отбирают детишек с этими способностями паранормальными с пяти лет, и уже дальше их ведут, там готовятся целые подразделения вот такие, и я знаю, в советское время тоже, со слов Рогозина, у нас такое тестирование проходили ребята, которые поступали в высшую школу КГБ, и по его словам, это на 400-450 человек один выявлялся с природными задатками, которые потом уже где-то по отдельной программе там развивали и так далее, потому что не хотят, вот, встречался и Савин, и я, значит, и с Бехтерево, и с её правой рукой, вот, Кайокина, Ольга Ивановна, значит, Бехтерево, она говорила так, что, ребята, я во всё это верю и поддерживаю, но я скована ранками академического образования, и я не могу, значит, официально признать, поскольку официальная наука не признаёт, скажете, вот старуха. Да это не должно быть наукой, потому что это не наука в принципе. Очень много явлений, которые мы ещё не дотянулись с точки зрения физики, чтобы это объяснить. Вот, например, там не верят, вот, сглаз, там, или порча, а это есть, и я знакомился с этими материалами. Физика воздействия с помощью вот этого сглаза или порчи и с помощью психотронного луча, она одна и та же. Это человек, не каждый может вот сглазить или порчу навести, это тот человек, который может мысль удерживать какой-то период времени, концентрироваться на ней и направлять в сторону какого-то человека. То вот этот импульс мысленный, ментальный, он что делает? Он изменяет электропроводимость ДНК и наводит токи в генах и человек делается подвержен к постановке ему различных команд, подсказок там, в общем, он зомбируется на расстоянии. Поэтому такие вещи есть. А если вы спрашивали наверху, то такой еще вопрос, выстраивали ли вы некую историческую парадигму или картину мира, ну вот вы сейчас там упоминали, древние цивилизации и тому подобное. Это наука называется наукосмология и занимался этим Савин Алексей Юрьевич, это бывший командир вот этой секретной части 1003 или как она называлась по-настоящему, это экспертно-аналитическое управление Гругенштаба. Значит, они занимались разработкой вот этой новокосмологии по вопросам, которые готовила Академия наук СССР. Это непросто, потому что тогда и деньги отпускались, но дело в том, что наш мозг, он может принять только ту информацию, в которой готов. И поэтому я, будучи вот когда в Кремле, мне не знал мои начальники, ни Коржаков, ни Барсуков, что мы работаем вот такой группой с упреждением, вот снимаем информацию, потому что до них это было далеко. И они не воспринимали это. Вы упомянули Ваджру, вы упомянули о том, что раньше была цивилизация, которая там поставила эти шары, которые до сих пор сбивают метеориты. За 284 миллиона лет, за которые существует Земля, здесь побывала, вот сейчас 68-я цивилизация. Значит, дело в том, что вот наша солнечная система, значит, солнце вот в нашей этой солнечной системе выполняет роль аккумулятора. Жизнь идёт по кругу, и вот на каждой планете, значит, она проявляется в различных формах. Не обязательно это белковая форма. Значит, это может быть кремниевая жизнь, или в виде шаровой молнии, или энергетического сгустка. И вот нас интересовал вопрос, сколько Земли осталось. Значит, ответ был такой. Значит, вам пока не понять, но, может быть, примерно мы можем дать толчок, значит, к вашему этому осмыслению, что Земля имеет свои характеристики. Значит, напряжённость поля, магнитные поля, ещё чего-то, ещё чего-то. И вот когда эти характеристики, они подойдут к критическому значению, то жизнь на Земле прекращается. Она начинает, уходит на консервацию, и около двух миллионов лет будет очищаться и сливать отрицательную энергию. Значит, жизнь перейдёт на другую планету, и не обязательно это будет белковая жизнь. Поэтому для вас было бы полезным сегодня освоить Луну, как аэродром подскока некий, для того, чтобы потом можно было экспансию осуществлять на другие планеты. но пока вы ещё не дорошли до этого, и вам даже вот мы не даём те технологии, которые могли бы вам помочь. вот был прорыв, это, если ты читал или видел, там в интернете есть летающая платформа Гребенникова. да, конечно, читал. Вот, 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 там как раз вот эти вот новые энергии, антигравитатор, как его делать, американцы вплотную завели эти фирмы, где майских жуков разводят, чтобы сделать это. Дело в том, что там нужно сделать внутреннюю частотность самого оператора, они этого добиться не смогут, я знаю. И нам этого сказали, потому что два способа есть получения информации оттуда. Первый способ, это, он по-медицински называется синдром Кандинского Клерамбо или автоматическое письмо. Кандинское Клерамбо это психиатр 19 века. Значит, или же вот мягкий гипноз Эриксона. Он более достоверный, потому что автоматическое письмо использовал Савин со своими. Это человек садится, настраивается на волну и начинает на автомате писать. Я вот три сборника стихов таким путём написал и книжки также пишу и так далее. Этот мягкий гипноз Эриксона это нужно уходить туда до третьей стадии. Человек вот с Рогозьным работал, я его писал на магнитофон, а он не слышал ничего, когда это входил в нормальное стояние, он не мог повторить что-то, поскольку он как интерфейс работал и даже вот мы снимали информацию с Буша старшего и очень информации там вот тогда посмотришь, я специально неадаптированно давал вот эти протоколы, мы ввели протоколы вот по каждой вот этой диалогу, значит, Солбрайт с Рейганом, тогда это ещё был 82-й год, Рогозин работал, он мне этот материал дал, значит, там от имени Рейгана зашли в сознание к Уильяму Уэбстер, директор центральной разведки, и значит, тот, кто со мной разговаривает, он Рейган, вот президент, вот, мне интересует вот такой вопрос, и он начал докладывать, сейчас наша задача, значит, чтобы развалить советы, мы создаём вот эти за права человека, вот эти организации, а потом будем использовать активно канал туризма, потому что наша задача это, чтобы заполыхало на Кавказе и в Прибалтике, потому что там наиболее благоприятная почва, очень интересные вот такие материалы, то, что они давали, когда американцы предложили, давайте мы с вами потренируемся, карты Зенера там, мы там будем сидеть, вы здесь, я говорю, а что тренироваться, мы вот по мозгам ваших этих руководителей спокойно гуляем, вот, возьмите протокол, посмотрите, они сразу закрылись, потому что мы все сеансы проводили, у нас не было корыстных интересов, у нас основная задача была не дать гражданской войне разыграться здесь, на нашей территории, вот эти, погасить конфликты и так далее, и поэтому информация шла нормальная, как только Рогозин оттуда ушел, пошел в банки, через два месяца у него этот дар прикрыли, все, он сюда пришел, мы сеанс проводим, а ничего не идет, он говорит, все, Константинович, также и второй оператор тоже в страховую компанию ушел, и тоже у Георгиевича, у него пошла, это тромб оторвался, но они оттуда предупреждают, нельзя просто так вот к этому дару относиться, потому что информацию, которую вы снимаете нетрадиционным путем, она очень энергоемкая, и ее в себе носить нельзя, если вы работаете по этому каналу, вы должны сразу предусмотреть, кому она предназначается, чтобы ее передать, чтобы вы ее в себе не таскали, потому что сначала развивается сахарный диабет, а потом уже идет онкология. Вы сейчас употребили слово резонанса, мы очень часто говорим частотность, резонанс, колебания, получается, что здесь все завязано на неких частотах, и вполне возможно, что когда мы говорим, что за этим нет никакой науки, за этим есть самое, что ни на есть настоящая наука, напрямую связанная с мировоззрением и со смыслом жизни. С энергией, потому что весь мир он энергетический, он состоит из множества энергии. Вот все мы, в том числе и люди, и мебель, это, мы состоим из одних и тех же элементарных частиц. И вот каждая такая элементарная частичка, она обладает своим потенциалом. Соединяясь между собой и этой частички образуют полевые образования. И вот этот мир, он воздействует на нас с помощью вот этих полевых образований, а мы на этот мир воздействуем с помощью своих мыслей, с помощью своих слов и с помощью своих действий. Поэтому здесь почему вот этот алгоритм судьбы, мысль, слова, действия, потому что говоря словам самопрограммируем реальность, как внутри себя, так и снаружи. Потому что очень важно понять, что вот есть словарь дореволюционный, толковый, Александра Шишкова, и там написано, что славяне – это люди, обладающие особым даром слова. А это слово, оно что может? Оно может вызывать резонанс у слушателей, но чтобы это слово наше вызвало резонанс, наш язык образный. И когда мы говорим слова, если мы рождаем сначала чувства, а потом это чувство облекаем в словесную форму, то эти слова могут вызвать тогда резонанс. Вот я вам расскажу ещё одно стихотворение, после которого меня выгнали с приёма правительственного ко Дню Победы. Значит, я уже был волен наёмным главным консультантом у Коржакова в службе безопасности, когда меня турнули якобы за переворот организацию. А турнули потому, за два месяца мы сняли упреждающую информацию о перевороте вот этого 3-4 октября 1993 года. И я протокол расписал своей рукой алгоритм переворота октябрьского будущего. И попросил, вызвал сотрудника оперативного отдела, я говорю, шефу отвези, чтобы он агентурным путём подсветил, потому что там были участники переворота. Когда, что? Я говорю, мне нужно, чтобы вот этих людей подсветил агентурным путём. Он повёз, а начальник, он далёк был от этого, он видит моей рукой написан алгоритм переворота, я подписал ещё. Он конверт запечатывает, вызывает фельдсвязь, а в это время Коржаков, Барсуков и Ельцин отдыхали на Валдае, и туда фельдпочтой, значит, отправляет. Пока, говорит, вы там сидите, Ратников в Кремле готовит переворот. Вот его рукой написано, алгоритм переворота. И с подписью, и всё. Они приезжают на следующий день оттуда, эту коллегию собирают, и мне на коллегию начинают пытать, ты всё расскажи, это тебе КПСС к нам внедрило, это тебе тот и тот. Я говорю, хорошо, если бы я мог один вас перевернуть, я вас с волочей бы давно перевернул, но у меня руки короткие, потому что вы не туда идёте. Они оттуда сверху говорят, вы же сами сейчас наблюдаете торможение развития России через негатив. Сама природа даёт вам паузу на осмысление, что делаете не то и идёте не туда. Стоп, остановитесь, посмотрите, потому что ваш президент, он должен опираться на духовную силу нации. Он не должен важные решения принимать один. Он должен опираться на духовную силу нации. Рядом с ним должны быть представители тех республик, которые вошли в Россию на веки вечные. Рядом с ним должны стоять представители основных религиозных конфессий. И патриарх Великой Руси должен свою длань подставлять под его решения. И вот когда эти решения будут в совокупе приняты вместе вот этими великими из великих, которых люди все знают, он тогда как лидер, как руководитель государства может озвучить эти решения. Не свои, а принятые в совокупе. Поскольку эти решения тогда будут носить некий фонд святости. И никто не пойдет ни против своего Будды, ни против своего Аллаха, ни против своего Христа. И поэтому и мир будет, и согласие у вас. А вы этого не делаете. Ну вот я как бы еще раз резюмирую. Я хотел сказать в качестве подтверждения. Слово-то, конечно же, оно кодирует, потому что мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. То есть у нас внутри идет процесс горения. Этот процесс горения имеет, конечно же, энергию. Эта энергия идет в звуковые волны, которые исходят... Вибрации. Мы опять возвращаемся к вибрациям. И я хотел сказать, что как только в России появятся картины мира, позволяющие осмыслять некую новую парадигму, вот тогда и произойдет то, о чем вам сверху там говорили, когда она сможет стать задающей эту частотность. Правильно, молодец. Потому что они сказали сразу, понять вам будет тяжело. Вот я когда уходил, я говорю, Рогозин Георгиевич, давай сделаем сеанс, потому что чем мне сейчас заняться? Я ухожу на пенсию, чтобы не отрываться это. Они говорят, как, чем заняться? Три года мы вам давали систему государственного устройства. Значит, человек, социум, власть. Как строить вот эти взношения? Как выборы проводить? Как чего? Твоя задача заняться тиражированием идей. В любой форме. Выступление по телевизору. Значит, участие в фильмах, написание книг, статей. Проведение занятий. То, что я и делаю. И поэтому они и силу мне дают. И все. И предупредили, работай, не оглядывайся. Ты ведешь жизнь праведника сейчас, а праведник имеет право выбрать дату ухода. Поэтому, когда сам захочешь, тогда уйдешь. Никакие болезни, никакие эти ситуации тебе не сделают ничего плохо. Работай. Неси свои знания, потому что духовные знания не продают. Ими надо делиться. Вот все мои книжки, которые я выпускал, я их выпускал на свои деньги. Ребята некоторые помогали. И я их раздавал. Я их по сто штучек всего. Выпускал и раздавал на занятиях. Мне главное, чтобы своих единомышленников и Грегор создать. И они сказали, стройте свой храм знаний. Ваша задача. Потому что то, что по крупицам вы собираете, не проходите мимо. Заведите блокнот, тетрадку. Пусть это будет полтора, два листика, но это будет ваш духовный фундамент, отталкивающий от которого вы будете на мир смотреть другими глазами. Потому что вы услышали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А тем более, если мозг не готов к этой информации, он ничего и не получит. Так что вот такие вот дела. Так что мы можем с вами сразу договориться о том, что у нас вполне может быть еще одна беседа, которая позволит вам популяризировать... Да нет проблем. На болоте я вам благодарен, потому что мы на общее дело работаем. Надо немножечко расширять, потому что в основе жизнедеятельности, я говорил, лежит мысль. Мысль опирается на убеждение. Убеждения порождают поведение. Хочешь изменить поведение человека, измени его убеждение. А убеждение – вещь устойчивая. Их можно изменить двумя способами. Первый способ – это когда форс-мажор, когда, образно говоря, жизнь бьет мордой об стенку, и человек на 180 градусов меняет свои взгляды. И второй способ – это давать информацию, расширяя сознание до тех пор, пока количество не перерастет в качество, когда сам человек поймет, о, Эврика, вот здесь я был неправ, вот здесь нужно вот то-то, то-то. И очень важно, нас учили и в разведке, и здесь, ребята, если вы хотите вот выжить в этих условиях, вы должны научиться себя структурировать. Потому что неорганизованный человек, разболтанный, он весь этот бардак привнесет и в семью, и на работу. Потому что даже ваша народная мудрость гласит, Бог помогает тому, кто стремится к порядку. А мы, говорит, еще добавим, наводя порядок в окружающем пространстве, вы очищаете кристалл своей души. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok